МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видите, какой сильный ветер? Люди залезли в цивилизацию и думают, что все огородились от природы. Природа дала о себе знать. Назначение экспедиции завтрашней – посетить как можно больше объектов. Эти объекты представляют несомненный интерес. Один из объектов, который найден случайно во время полета вертолета, привлек общее внимание гигантский кратер, один из самых опасных. Зря зачем шум подымать? Если же земля продырелась, значит, ему это суждено было. А кричать начнешь, привлечешь посторонних людей. Человек очень далек до изучения этой природы. Напрасно себе бьет грудь, что все открыл или все уже успел сделать. Ничего почти не сделано. В легендах местного коренного населения бытует такое, что земля может развернуться. Для них это исторически являлось мистическим явлением. Приносили жертвы какие-то, оленей туда бросали. Будем надеяться, что нам удастся разгадать привод этих объектов. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Кулакова The frozen Yamal peninsula, the land of permafrost. If температуры here increased, even a little, the entire area might be completely submerged. Some forecasts suggest that could happen by 2050. Even now the landscape is starting to change. New lakes appear and then vanish. In 2015, scientists asked local residents to let them know about any changes to the landscape, such as new craters or lakes. Ecologist Sergei Khudi was one of the first to answer the call. He's traveling to the tundra because he wants to see for himself how the landscape has changed, along the route taken by his deer-herding friends each year. Our production crew accompanies Sergei for the trip. Sergei was born and bred in the tundra. And so he knows the easiest path from place to place. It's 20 kilometers from the railway to the campsite beside the Yorubei River. The boat is very visible. The air is flowing here. The water flows into the river. With the strength of the water, it will be destroyed more. The air is submerged. The boat is more muddy. Позвольте Сергею с самого начала. Не только изменилась река, но и один из лесов, которые двигают их дороги каждый год, просто исчезли. Ниньяты не имеют объяснение, поэтому они превращаются к ансеструльному знанию. Это позволяет их не только видеть природу, но и слышать, что она говорит. Любому человеку, который приходит в гости, он должен с чистой душой, с миром приходить. После, всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Every year, deer herders follow the same route to the north of Yomel, and then back again. The animals will only be able to get enough feed from the tundra if they're constantly moving, churning up the earth with their hooves as they travel. Сергей has his own deer herd, whose care he's entrusted to his friend, Нядухуди. Вот ухо, смотри. Это целое. Вот правое, вот видишь? Вот надрезы видны. Так. Ой, олень. Всё. In 2014, when another huge crater appeared in Yomel, trouble arrived with it in the form of deer plague. There's no evidence that the two events are connected, but the Ninets believe that they are. That autumn, it started to rain heavily. Then the rain started to freeze and became a heavy snowfall. The deer hadn't built up the strength needed to find food. Нядухуд then numbered 3,000. Now, it's half that number. У меня лично было около 500. И мне сейчас осталось 100 с лишним. Вот такой усерд был. И для нашей общей бригады тоже. Вот это тоже, наверное, явление какое-то. За что-то, наверное, Бог нас наказывает. Мы что-то, наверное, не так сделали когда-то. Кто-то. Тундровик без оленей никто. В тундре нет профессий. Профессия одна только, альниотство. И все. Венесин – это основная степень для нянець. Но они не обладают мальчишки в зиму, потому что они не могут быть скинули после того, когда они растут в зиму. Вместо того, они не могут убить для питания и для защиты природы. Следите за это. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА The Nenets treat lakes with special respect. A sacrifice must be made to nature if lakes are to team with fish and the water persuade it not to take a man's life. The sacrifice usually consists of deer blood and food left on the shore. There are about 300,000 lakes in Yamal. The origin of many of them is unknown, and there are no fish in some. Fanyadu Khudi today has been lucky. The lake is bountiful and provides him with a good catch. The most valuable part of the hall is called broad whitefish, which the nomads eat raw. Vera Choroteto likes to keep the old Nenets' traditions alive. She does live close to civilization, but will never exchange her tent for a flat. She watched with her own eyes as a lake appeared here. That was during yet another assault on the tundra by the advance of civilization, when construction of Panaevsk village began. It was not an ocean, it was a tree. It was a tree. One day in the morning, it was a tree, and it turned on to the other side. The tree located below, and their roots were at the top. And three days there was such a wall. And people looked at the inside. And on the fourth day, it was a little bit of a tree. The tree, which is above this, it was a tree, and there was no water left. Из нее не пьют, не используют в хозяйственных целях. Оно священное. Оно необъяснимое. Не силы человеческие в том виновны, а силы земные и небесные, или, может, подземные. Дыры в землях никто не спрашивает никого. Вот захотела, образовалась. Есть свидетели. Одна вот сейчас женщина своими глазами видела хозяина этого озера. Я спрашиваю, а какой он был? Она говорит, очень страшный. Оно очень быстро заполняется. Трудно узнавая. Озером станет. Смотрите, смотрите. Хотим просто показать, как оно рушится. Вы рухнете. Там навес просто. Вот видите, показывает. Чемпература воды 2 градуса, а глубина 46 метров. Вы видите, как обрушаются породы постоянно. И расширяется жерло воронки. Уже можно говорить, что это озеро. Уровень воды на 25-30 метров поднялся по сравнению с прошлым годом. Пробы показали, что никаких НЛО, никаких метеоритов, никаких аномальных объектов здесь не было. За исключением возможного выброса газа. Да, вот ты когда вот столько километров летишь, летишь, прилетаешь, и потом думаешь, боже, а как же это могу произойти, да? Сейчас вот, ну, это такой легкий шум, да? А тогда вот эти камни падали. Красота очень большая. Вот такие вот, и он как труба. И такое же эхо. Такое бьет сильно. Такое гнетающее чувство было вообще. Мы сделали первую экспедицию уже в июле месяце 2014 года. Посидев объект, мы поняли, что обязательно надо сделать экспедицию в ноябре месяце. Именно тот момент, когда только зима наступает, почва и грунт начинают замерзать. И можно спуститься внутрь, и безопасно для жизни провести работы по сбору информации. Страшно было в первый момент, когда мы спускались. Внимание, человек, сверху! Во-первых, мы проверяли опасное содержание газа. Спустившись на дно, мы не понимаем, какой лед будет крепкий. Держит, не держит. Настолько завораживает и ощущение, вплоть до того, что ты там, может быть, и на Марсе, может быть, и на какой-то другой планете. Пробы собрали, но, опять же, это позволяет сделать еще один шаг в плане изучения. Они несут свое большое значение, вот эти данные, спустя время. А там какая глубина? 60 метров. The deer herders from Yadu Khudi's group have never seen these shots before. А это то, что сейчас? Как оно вообще происходит? Выбросило ее, и все. Загадка. Такая ровная? Как будто бы с... Круглая, ровная. Специально его вот так вот и просверлили. Утром проснулся, соседа нету, да, где чем? Улетел. Соседа нету, да? Да. Ну, его как... Он наружу выбросил, да, или обружу. Он как кратер. Да, кратер же. The nomads do recall seeing something similar in the past. Здесь у нас там озеро есть, там, да, очень пресное плит, пресное. У него глубина в воде... Полтора метра. Метру здесь отойдешь, все 120 метров можно. И еще восемь объектов таких. Да уже страшновато становиться. Соседа нету. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По своей привычке немцы много не разговаривают, не кричат ни о чем По северу же таких оползней много Эти сельи, эти движения из земли, что дыра в земле А так если бы они сообщали бы, много же разных таких случаев И вот одно стойбище хотели чуму прямо с краю поставить, в сторону озера Потом кто-то из старых людей говорит, давайте мы чуть дальше поставим И они поставили чуть дальше А ночью от грохота проснулись и выскочили из чумы Пяти шагах от последних норт Земля валилась и скатилась в сторону озера Субтитры создавал DimaTorzok Ниадма Пойка Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ниадма's had a good day He's just caught a bearded seal People who live on the tundra will never pass an opportunity like that They believe that the fat from this animal helps fight off colds better than any modern medicine сергей худи is returning to select her to record the landscape changes that have taken place over the last year our film crew stays with the hunter they'll go with me up to see another mysterious leg one that hasn't been researched to any great extent so uh КОНЕЦ 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 Из космоса мы видим, что вокруг одного большого озера, порядка 100 на 50 метров, существует еще свыше 30 маленьких. И мы предполагаем, что из каждого из этих озер были выбросы газа. Тут полметра, там метр. Здесь 0.7 показывает. Удивительно, что там мелко. Кратер, как это обычно, появляются в местах, которые находятся в маленьких садах. А более научный название для них – пермафросто мундов. Существуют говорят, что это из-за натурального процесса, который исполняет газ от земли. Земля – живой организм, и поэтому это распространяет то, что это не может держать. В нашей экспедиции, новые мунды были обнаружены, которые, в время, превратятся в больше кратер. Мы не сомневаемся, что многие, сотни, может быть, даже и тысячи озер имеют происхождение вот именно вот такой же, как вот эта воронка. Где были выбросы газа, которые достаточно быстро, вот сейчас мы видим, буквально за два года такой кратер превращается в озеро. И я думаю, что через 5-10 лет это озеро мало чем будет отличаться от других соседних озер. Продолжение следует... Восемь моих оленей весело бегут на солнце. Мама моя остается здесь. Две мои слезинки молча упали с моих глаз. Я думала, ей очень плохо в том мире будет. Но я вижу, белый ее капор под солнцем блестит. Подземный мир – это чужой мир для человека. Если немец выполняет то, что он должен выполнять по жизни, он никогда в подземный мир не попадет. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!